И снова здравствуй, мой дорогой зритель! В КС 2 вышло одно из самых лучших обновлений за последнее время, и к удивлению, весит оно всего 90 мегабайт. Помимо него, в ролике пройдемся по утечкам и последним новостям. Так что, приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали! Не знаю, с чем занять себя в первый месяц весны, самое время испытать удачу и попытаться выбить классный скин на Хеллстор, играя против реальных людей. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или же всеми любимый коинфлип, где ты один на один сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбираешь значение и ждешь победного прокрута. И новиночка краш, которым ставишь значение, и если линия ее прошла, ты в шоколаде. Но если тебе не понравился скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также можно забрать и приз дня, выполняя несложные задания. Ну а при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь 2 доллара на баланс. Не теряй времени и переходи по ссылке в описании. Ну что же, как бы это странно не звучало, но да, действительно, одно из самых лучших обновлений уместилось в каких-то 90 мегабайт. На самом деле их было два. Одно весило 10, а второе 80. Ну а исходя из официального списка изменений, нам сообщают, что исправили ошибку многопоточности, которая могла привести к сбою частоты кадров, особенно если все процессоры были заняты. Казалось бы, обычный фикс для оптимизации игры. Но дело в том, что в этот раз они поработали именно с многопоточностью, которая задевает процессоры. А если вы вдруг не в курсе, именно эта, скажем так, зараза была самой главной причиной появления мертвого фреза на некоторых слабых процессорах. Возможно, игроки с топовыми компами особо разницы не почувствуют. Но многие игроки, которые страдали от данного недуга и вообще не могли нормально поиграть, теперь, скорее всего, могут спокойно пойти и опробовать данное обновление. Я не уверяю, что они исправили прям все косяки, но лично у меня на трех компах данная проблема испарилась и даже стал более стабильный FPS. Поэтому, пожалуйста, опишитесь в комментариях, помогло ли вам данное обновление от мертвого фреза. Также с сегодняшним обновлением, это уже по счету второе, пофиксили проблемы стримингового окна, который будет транслировать мейджор. Ну а далее поговорим немного об утечках. Помимо фикса, в коде игры спалились строчки, связанные с квестами в игре, которые, скорее всего, связаны с заданиями для прокачки монеты по прогнозам. По типу победите столько-то раундов на определенной карте и так далее. И это намекает нам на то, что, возможно, концепция мажорных обновлений не сильно таки изменится, если изменится вообще. Но я все же надеюсь на лучшее. Также в предыдущем обновлении в строчках панорамы UI на осмотре предметов засветился тег, который связан с фоном для осмотра, что тоже, возможно, отсылает на мажорное обновление. А конкретно на магазин, в котором обычно осмотр предметов был под свой фон турнира. А вот теперь немного о спорной находке, которая лежит в игре еще с бета-версией, но никто почему-то не обратил на это внимания. В очередной раз, копаясь в файлах игры, я заметил модельку пака нашивок, которого никогда ранее не было в старушке CSGO. Потому что особо в ней никакого не было смысла. Связана она с коллекцией нашивок, которые были в одной из операций. Ну а те, кто не в курсе, открытие данных нашивок происходило непосредственно через магазин операции. То есть, приобрести целый, неоткрытый пак нашивок вы не могли, чтобы он валялся у вас в инвентаре. И вот на фоне этого задаешься вопросом. Либо эта моделька изначально была готова и не попала в CSGO, но при чудесных обстоятельствах при переносе игры вдруг всплыла в CS2. Ну или же они добавляют недостающие модельки для отдельного открытия данных предметов, так как в будущем планируют снова их продавать на каком-нибудь ивенте. Ведь данные предметы можно было приобрести лишь в момент операции. И кстати, намеки на это всплывают в файлах игры еще с 2022 года. Но это, как говорится, не точно. Это лишь пища для вашего размышления. Ну и напоследок. Недавно листая ленту новостей, я вдруг наткнулся на статью, где говорится, что 7 февраля ВАК не работает в игре. И я сразу такой... Что? Вы, наверное, тоже в шоке, как и я. Пипец. Он, оказывается, до 7 февраля работал? Но шутки в сторону. Меня на самом деле заинтересовал источник данной статьи. Но как это обычно бывает у говнопабликов, источник они не указывают. Благо все же удалось узнать, кто им был. И это был МЗК Шоу, который выпустил интересный ролик, и, скорее всего, многие из вас его уже видели. Ну а если же нет, обязательно ознакомьтесь. Как оказалось, действительно сейчас какого-то хера многие триггеры в соревновательных матчах, которые отсылали данные ВАК-системы, перестали работать. И если коротко, и для тупых, как я, объясняю. На официальных серверах Valve для CS2 есть скрипт, который срабатывает по каким-либо аномальным действиям в игре и отправляет отчет ВАК-системе. Они достаточно топорные, так как реагировали прям на лютую дичь в стиле телепорта. Так вот сейчас оно вообще не работает. Соответственно, если у вас фактор доверия на лапке дешевой проститутки, то, чувствуя, игры у вас будут сейчас совсем веселые. Что ж, будем надеяться, что скоро это пофиксят. На этой чудесной ноте у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!